Ну и вообще, когда какой-то кризис, можно позвонить старым клиентам, и телефонный звонок это ничего такого особенного, то есть не надо думать, как правильно звонить и так далее, то есть самое важное это действие, это сам факт звонка. То есть вы можете просто позвонить клиенту, даже с которым давно не общались, ну и такой small talk, да, небольшой разговор, спросить, как у него дела, вот, напомнить о себе, ну то есть не надо думать, что вы клиенту не звонили полгода, и он там будет думать, что же мне не звонили, вот после покупки он каждый день думает, что же мне не звонят после покупки, такого никогда не случится, поэтому эти убеждения в голове нужно сразу убирать. И вы просто звоните клиенту, спрашиваете, как у него дела, в первую половину там диалога, да, просто поздоровались там о погоде, напомнили о себе, и во второй части просто спросили, можем ли вы быть вам как-то полезны, актуально это или нет. Для чего это делается? То есть вы подсвечиваете себя, так сказать, проявляетесь, и чем чаще люди будут о вас помнить, либо вы будете о себе напоминать, тем это лучше, потому что когда понадобится ваш товар-услуга, вы должны быть первыми, о ком вспомнят, кому нужно будет позвонить. Поэтому сделки завершают не клиенты, а менеджеры, которые перестают им звонить. То есть вы можете периодически звонить клиенту, не знаю, там, раз в месяц, каждый день, в зависимости от товара-услуги, которую продаете, и когда клиент, если у вас с ним хороший контакт, просто узнали, как дела, даже по-дружески, потому что все-таки пандемия, все на удаленке, психологически людям сложно, и когда вы с кем-то пообщались на хорошей ноте, он потом о вас вспомнит, и если ему понадобится ваш товар-услуга, вы будете первым, о ком он вспомнит, и кому, скорее всего, обратиться.